Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Вслед за Дмитрием Кулагиным администрацию покинули его заместители. Оксана Бондаренко через суд вернется на работу в администрацию и получит компенсацию. Главная городская елка появится на новом месте. Об этих и других событиях далее в выпуске. В Оренбурге к обязанностям мэра приступил Владимир Ильиных. Вслед за Кулагиным администрацию покинули и большинство его замов. Также кадровые изменения коснулись администрации округов. Подробнее в сюжете. После назначения на первого зама Владимира Ильиных вопрос ухода с должности мэра Дмитрия Кулагиным был делом времени. И вот час пробил. Но для экс-главы, по мнению экспертов, это не станет большим ударом. Ведь на должность градоначальника он не рвался. Предполагается, что Кулагин вернется в аппарат губернатора, но замом. Что касается администрации, Владимир Ильиных с приставкой ИО становится временным мэром. Однако многие уверены, что должность останется за ним и после стандартного конкурса. Опыт управления муниципальным образованием есть. Опыт работы в депутатском корпусе соседней области с нами есть. Следовательно, понимание, как работают бюджеты разных уровней это есть. Тот объем работ, который ему предстоит, достаточно серьезный. Багаж, который ему оставили, плюс, скажем, если исходить из бюджета, сколько придется заниматься ремонтом дорог, мостов и всем остальным. Ну, вот это карт-бланш для Ильиных. А осенью посмотрим. Оппозиция на фоне новой отставки мэра вновь заговорила о необходимости вести прямые выборы главы. Пикет на 24 декабря, когда пройдет горсовет, готовят коммунисты. Ну, мы, конечно же, пригласим всех, кто поддерживает нашу точку зрения, горожан. Ну, понятно, что пикет ограничен количеством, плюс там не такое большое место. Если наши коллеги, товарищи там по оппозиции изъявят желание, и активно настроенные граждане изъявят желание принять участие, мы будем как-то договариваться, координироваться. Напомню, что ранее пикет проводила лидер регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Пчелкина. В этот раз она присоединится к протестующим не сможет в связи с отъездом, но позицию поддерживает, а постоянные перестановки, по ее мнению, мешают жизни города. Вслед за Кулагиным посты в мэрии покинули все замы, кроме Михаила Серегина. Глава Южного округа Артем Гузаревич временно станет замглавой по ЖКХ и транспорту. Обязанности замглавы по экономике и финансам возложены на Ольгу Анисимову, которая ранее возглавляла финансовое управление. На должность заместителя главы по социальным вопросам назначили Светлану Золотухину. Сам Элиных уже рассказал, чем займется в первую очередь на посту мэра. Это уборка снега, одопительный сезон и подготовка к Новому году. Алексей Чернов, городской телеканал ЮТВ. Оксану Бондаренко восстановят в должности начальника управления по наружной рекламе Оренбурга. Такое решение вынес Центральный районный суд во вторник. Также чиновница выплатит денежную компенсацию из городского бюджета. 10 декабря Центральный районный суд признал увольнение руководителя управления по наружной рекламе Оренбурга незаконным. Ранее Оксана Бондаренко обратилась в суд с иском, где потребовала восстановить ее в должности выплатить зарплату, которая могла бы заработать с момента увольнения и компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей. Суд решил исковые требования Бондаренко удовлетворить частично, признать распоряжение администрации города Оренбурга 23 октября 2019 года незаконным, восстановить Бондаренко Оксана Викторовна на работе в должности начальника управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города Оренбурга с 10 декабря 2019 года, а также взыскать с управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города Оренбурга в пользу Бондаренко Оксаны Викторовны компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает портал ОРНД, юристы городской администрации отмечали, что работа Бондаренко была неэффективной. В свою очередь Оксана Викторовна делала акцент на статусе матери-одиночки, что не дает право мэрии в одностороннем порядке разрывать с ней отношения. Будет ли администрация обжаловать решение, пока неизвестно. Напомним, чиновницу уволили 23 октября после возбуждения уголовного дела, которое после прекратили. Профессионализм оренбуржцев оценили президентскими наградами. За успехи в труде ордена и грамоты получили 20 жителей региона. С ними пообщались наши корреспонденты. Ордена и грамоты вручили работникам образовательной, транспортной сферы и спорта. В историко-краеведческом музее прошла церемония, ставшая для многих награждаемых знаковым моментом их карьеры. Так, например, Татьяна Рагулина призналась, что ждала этого дня 7 лет. Благодарна всем тем, кто помогал мне на этом пути, к этой победе. И прежде всего своему директору, молодому, Журавлеву Светлане Гитлеровне. Татьяна Федоровна проработала в школе номер 69 практически 40 лет. Предмету географии она обучает детей по собственной программе, которая дает результаты. Ее ученики занимают призовые места в образовательных конкурсах на региональном и федеральном уровнях. Правда, своей заслуги в победах школьников учитель не выделяет. Проектная технология, я ее очень люблю. Мы на уроке с детьми пишем, создаем самые различные проекты. И я люблю очень практикоориентированные. Выступают на конференциях много национальной Оренбуржии. И самое любимое наше отечество «Растим патриотов». Грамоту за поварское мастерство получил Искандар Слаев. Молодой человек профессионально готовит около пяти лет. Сейчас устраивает мастер-классы в разных городах не только России, но и за рубежом. Был в сборной Оренбургской области. Далее, мы уже заинтересовались, получается, в сборной России. И пригласили на первую тренировку в Санкт-Петербург. И оттуда все началось. То есть меня пригласили на чемпионат Европы уже как в качестве основного участника. На церемонии отметили его участие в чемпионате по профессиональному мастерству Евроскилз-2018, который проходил в городе Будапеште. Тогда на соревнованиях он не завоевал желаемую победу, но через год на чемпионате мира реабилитировался, заняв первое место. Екатерина Танкопей, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. На 86-м километре трассы Оренбург-Акбулак произошло ДТП, в котором погибли 4 человека. Газель столкнулась с легковушкой, после чего обе машины загорелись. В социальные сети попало видео последствий аварии. Как сообщают свидетели, легковой автомобиль резко выехал на встречную полосу. Водитель Газели затормозить не успел. После лобового столкновения машины загорелись. 4 человека погибли на месте. О других ДТП, произошедших в Оренбурге, смотрите в нашей еженедельной рубрике. Говорят, что зимой ДТП из-за снега и плохого сцепления с дорогой становится больше. Но, как показывает практика этой недели, ошибки, которые совершают водители, летом привели бы к аварии. Тем более, что подобные примеры уже были. Разберемся по очереди. Шкала Уральская темная легковушка пропускает встречный поток, чтобы повернуть налево. И когда кажется, что все, проехали и надо начинать поворот, оказывается рано. Светофор видно плохо, но судя по тому, что и после Ларгуса машины перекресток проезжали, горел еще зеленый. А значит, водитель темного авто должен был внимательнее приступать к маневру. Победа Урская. Никогда такого не было. И вот опять двигаясь по победе в сторону центра, на Урской поворот налево запрещен. Но тратить лишний бензин, чтобы доехать до разворота, мало кто хочет. Поворот налево, как уже было сказано, запрещен. Значит, водитель мало того, что не пропустил при повороте налево, так маневр выполнял еще и под знак. Определить виновного полицейским будет несложно. В конце смертельное ДТП со сбитым пешеходом на Шевченко победе. Мужчина, попавший под колеса легковушки, пролетел несколько десятков метров. Получил травмы, от которых еще до приезда скорой скончался. Водитель легковушки скрылся с места происшествия, но позже полицейские его задержали. Вы тоже можете следить за дорожной обстановкой в Оренбурге в режиме реального времени на сайте maps.ufonet.ru В этом году главная елка Оренбурга будет радовать жителей не возле Дома Советов, а на набережной Урала. Такое нововведение приняли в администрации города. Как к нему отнеслись жители, смотрите в рубрике «Твое мнение». Ну не очень здорово, как туда с детьми ходить. Здесь вот сразу весь транспорт, общественная развязка, приехали, погуляли. Ну руководству города, наверное, видней, конечно. Но как-то горожане, наверное, привыкли, что всегда елка стоит здесь, в центре города. Всю жизнь она здесь была. Она и должна быть здесь. Как к предложению перенести столицу нашей родины из Москвы в Новосибирск. Поэтому непонятно, для кого она там будет. Жалко. Мы здесь всегда катались на горке, каждый год. Жалко. Далеко. Туда не поедешь уже с детьми. Только те, кто на машине, наверное. В большом счете, мне все равно, где елка. Но, наверное, полгорода знать об этом не будет. Все равно вечером гулять идем. Хоть сюда, хоть туда, все равно пойдем гулять. А мы ждем, что здесь будет как обычно. А чем они руководствовались при принятии данного решения? А у граждан спрашивали? Чем вызвано решение о перенести главную елку, в мэрии не рассказали. В этом году главный символ праздника украсят влагоустойчивой вращающейся гирляндой. Елка будет 12-метровой. В сквере у дома совета, как обычно, разобьют ледовый городок. Сейчас работы в самом разгаре. Кроме того, будет украшен фонтан и появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В городе Краснотуринске школьники около 40 минут на морозе прождали депутата Госдумы Антона Шипулина. Он должен был открыть стадион около школы номер 24, но опоздал. В вопросах пунктуальности разбирался наш гость из Сербии Мирка Здравич. Здраво, меня зовут Мирка Здравич. В городе Краснотуринске депутат Госдумы, он же экс-биатлонист Антон Шипулин, должен был приехать с визитом и торжественно открыть стадион у школы номер 24. Дети их родителей ждали и ждали, и как сказал автор видео, который заснял процесс этого самого ожидания, Дети согревались как могли, ведущие мероприятия организовали массовую зарядку. И вот спустя 40 минут ожидания, Шипулин явился и как обычно под аплодисменты, разрезал Леночку. Кстати, в администрации школы заявили, что никаких 40 минут и не было. Ожидание было не столь длительное, буквально 10 минут. Это вина родителей. Были предупреждены и дети, и родители, чтобы одевались теплее. Сказал представитель школьной администрации. Надо было теплее одеваться. При чем здесь это? Надо было коньяк с собой взять. Опоздавший депутат, кстати, заявил, что и вовсе не опаздывал. О том, что в Краснотуринске перед открытием стадиона дети были вынуждены ждать меня, я узнал из соцсетей. Я перебыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю. Заявил Шипулин. Начальники никогда не опаздывают. И рано они тоже не приходят. Они приходят строго тогда, когда считают нужным. Впрочем, холодок между Шипулиным и его потенциальными избирателями пробежал еще летом, когда избирком выяснил, что Антон Шипулин, баллотирующийся в Госдуму, оказался самым состоятельным кандидатом на выборах. Потому как не задекларировал почти 16 миллионов рублей. У спортсмен нашлись ценные бумаги и облигации из разных банков. Вопросы задаются, что неудобно отвечают. Хотя тут на лицо обычное ненапонимание. Просто товарищ Шипулин в силу своей прошлой деятельности слишком уж привык к зимним пейзажам и холоду. И просто не понимает всей трагичности ситуации для людей незакаленных. До скорых встреч. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru, а также в нашем мобильном приложении UFANET TV. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok